Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом ковидном антирекорде. В мире за 7 дней выявили 4 миллиона новых случаев в лидерах США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Общее число заражений приближается к 60 миллионам. Каждые 17 секунд от коронавируса умирает европеец. В Беларуси выздоровели 105 тысяч 835 пациентов. Выявлено около 127 тысяч положительных тестов. Гродно, Минска и столичный регион уже вышли на пик заболеваемости COVID-19. Высокие темпы распространения инфекции сохранятся продолжительное время, сообщили в Минздраве. Другие регионы Брест и Витебск еще не вышли на пик заболеваемости. Медики наблюдают за развитием ситуации и возлагают надежды на вакцинацию, чтобы стабилизировать статистику. Европа в преддверии Рождества ослабляет строгие антикоронавирусные правила. Это вызывает обеспокоенность после взрывного роста заболеваемости. Но власти пытаются хоть как-то реанимировать экономику. Иначе тысячи магазинов, кафе и ресторанов просто не выживут. Они и так не работали почти 4 месяца в году. Одними из первых к привычной жизни вернутся французы. В парижских магазинах уже готовятся к открытию. Четверть годовой выручки делается на Рождество. Ювелирные бутики зарабатывают в этот период до половины. А вот рестораны и бары примут посетителей только в конце января. Это страшный удар по ресторанному бизнесу. Полагают, что вторую волну не переживет каждое пятое заведение. А число французов, оказавшихся за чертой бедности, увеличилось на миллион. Ослабить карантин на рождественские праздники готовы Испания, Германия и Чехия. Представители совместных предприятий, которые работают в соседней стране, просят государственной помощи наравне с национальными производителями. Такое обращение поступило в союзный парламент. Меры поддержки обсуждали на заседании комиссии по экономической политике. Оно прошло в режиме видеоконференции. Пока условия, на которых белорусско-российское сборочное производство могут получать господдержку в России, невыгодны. Предприятия вынуждены доказывать статус отечественной продукции, увеличивая уровень локализации до 80%, что делает практически нерентабельным к операционной связи и лишает возможности участвовать, например, в госзакупках. К примеру, заводы в Брянске и Череповце, которые активно работают с белорусами, даже не получают обязательных в России промышленных субсидий на так называемый утилизационный сбор. Официальная ссылка была на то, что в бюджете не хватило на нас денег. Это серьезно подорвало работу в рамках союзного проекта. И в этом году наши объемы значительно снизились. Мы работаем сейчас в основном сегменте производства тракторов, которые соответствуют 719 постановлению. Но это составляет всего лишь 9% от объема прошлого года. Соответственно, такое значительное падение производства. В этой ситуации Беларусь поставила вопрос о необходимости государственной поддержки совместных предприятий. Это в итоге создаст равные условия и позволит удешевить технику для потребителей. Новые вызовы интеграции обсудили сегодня на международной конференции по вопросам стратегического развития Евразийского экономического союза. Она прошла в онлайн-формате. Потенциал общего рынка огромен. Его реализация зависит от того, насколько будут соблюдаться договоренности всеми государствами союза. Обеспечена защита прав хозяйствующих субъектов и инвесторов, которые работают в Евразийском экономическом союзе. Споры, которые не нашли разрешения ни в государствах, ни Евразийской экономической комиссии, рассматривает суд ЕАЭС. Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций стран-участниц. Особый акцент будет делаться на формировании правовой или юридической системы нашего объединения. Это своего рода скелет, который позволит нам ускорить процессы интеграции и устранить барьеры, которые мешают нам в развитии нашего экономического пространства. Во Франции набирает обороты волна недовольства. Акция протеста против так называемого законопроекта о глобальной безопасности, собравшая тысячи людей в Лионе, завершилась столкновениями с полицией. Протестующие скандировали лозунги перед зданием апелляционного суда. Поводом послужило одобрение Нижней палаты парламента закона о глобальной безопасности. Он запрещает распространять фото и видеоматериалы о полицейских при исполнении. Нарушение может караться тюремным сроком на год или штрафом в 45 тысяч евро. Французы считают законопроект прямым нарушением свободы слова. Убедить в обратном протестующих попытались слезоточивым газом. Скандальный законопроект будет вынесен на рассмотрение Сената в январе. С новой силой вспыхнули протесты и в Париже. С столкновениями с полицией закончилась акция в поддержку мигрантов на площади республики. Тысячи демонстрантов жгли сигнальной ракетой костры, а затем проследовали маршем по улицам французской столицы. Закончился массовый митинг масштабными столкновениями с полицией. Есть задержанные. Протесты произошли на следующий день после того, как лагерь для мигрантов на площади насильственно эвакуировали. ГАИ проводит проверку по факту вечернего происшествия на столичной площади Победы. Легковой автомобиль вылетел на площадку перед монументом и загорелся. Судя по записи с камер видеонаблюдения, иномарка на высокой скорости проехала по ступенькам, врезалась в ограждение и перевернулась. Вспыхнуло пламя. По информации очевидцев, тушить машину начал охранник одного из ближайших кафе. Он израсходовал три огнетушителя, а затем прибыли спасатели и скорая. Водитель с травмами сопровождения экипажа ГАИ был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что за рулем находился 33-летний житель города Борисова. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Водитель не смог пояснить, что произошло, и пока неизвестно, в каком состоянии он находился. Ранее борисовчанина штрафовали в ГАИ более 40 раз, в том числе лишали права управления автомобилем за вождение в пьяном виде. Готовился к массовым беспорядкам. Житель Мозыря смастерил более тысячи ежей для пробития колес автомобилей. Хранил в своем районе. Затем перевез опасные поделки в Калинковичи. Хотел передать исполнителям. Кроме того, следователи установили, что 40-летний мужчина еще администрировал один из деструктивных телеграм-каналов. И к тому же состоял в радикальном чате, где пытался найти курьера, который смог бы доставить ежи в Минск. На эту информацию откликнулся мужчина, который пообещал, что переправит данные изделия в Минск. В ходе передачи противоправная деятельность 40-летнего мужчины была пресечена. Металлические конструкции изъяты. Мужчине предъявлено обвинение по статье 13, а также части 2 статьи 293. Третий – это приготовление к участию в массовых беспорядках Уголовного кодекса Республики Беларусь. Примененная ранее к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Если выставить все, что изъяли, получится довольно длинная колючая дорожка – более 77 метров. Такие ежи в любом случае пробьют колесо, как его не брось. Канаду засыпало снегом. На атлантическую часть страны обрушились сильные снегопады. За несколько часов выпало 70 сантиметров снега. Снежной зимой канадцев не удивишь, но метеорологи отмечают, что такие обильные снегопады даже в этой стране обрушились на несколько недель раньше, чем обычно. Непогода застала местных жителей врасплох, замело дороги, а некоторые оказались буквально заперты в собственных домах.